В один прекрасный день мне пришло сообщение от моего товарища Макса. Ник, я недавно сделаю обновление своего канала. Сделай обзоры мастера. Прошу. Встав с кровати, я начал же ходить по своей комнате кругами. Туда-сюда, туда-сюда. В моей голове шли мысли, надо ли мне делать это или нет. И я принял решение. Ну ладно, сделаю обзор. Че поделать-то? Ну а всем хелло, Мрайк, с вами Мрайк. Кстати, а вы знали, что раньше мой канал назывался сначала Ник? И у меня была фразочка Кикик, с вами Ник? Да, это очень полезно. Я сам знаю. И сегодняшнее видео я собираюсь сделать ферзагрузку канала. Вы, наверное, спросите, а в чем же причина? Сейчас вам я и объясню. Начнем с того, что канал, ну, никак не изменился. Но насчет превью или шапки канала я вообще промолчил, ведь они стали намного улучшенные, чем старые превью из два года назад. А вот насчет монтажа, хе-хе. Это не монтаж, это обычный пуп. Вот просто посмотрите на этот кадр. Сегодня? Или не сегодня? Мне пришло уменьшение на новое видео Егора Плея. И это была оценка каналов Найдар Байкова. И разоблачение. Я такой, о, Егор Экзетис возродился? Давайте позырим, что это. Вот мы и позырили, блин. Но что насчет описания канала и описания моих же видео, то эффект все равно как-то не изменился. Что я могу сказать? В описании должны быть ссылки на ваши соцсети, чтобы с вами можно было проще связаться. И должны быть хэштеги, чтобы вас проще обнаружить на Ютубе. К примеру, чтобы меня найти, можно просто написать хэштеги «Чисто Дед». И так вы найдете проще мой канал. А вот про монтаж я могу кое-что сказать. Понимаете? Дело в том, чтобы сделать хороший монтаж, нужно хорошее железо и умение на нем работать. Как понятное дело, Макс работает на андроиде. А значит, у него не очень мощное железо. Смотря какой у него телефон. У меня-то в самого телефон как еле как работает, и поэтому, когда я работаю с монтажом, он начинает порой тупить. Что это порой меня бесит. Самый лучший вариант, где работать с монтажом, это на компьютере, так как у него намного больше функций и намного больше мощности. Я стараюсь сделать так, чтобы мое видео было интересное. Ну, буду стараться, потому что... Ну, бля. Если видео неинтересное, то какой смысл сидеть на этом видео, если неинтересное? Поэтому важно, чтобы видео было интересное, а не какое-то фуфловское, с крутыми эффектами монтажов и все остальное духе. Что насчет самого контента, то он как бы и не изменился. Остался таким же и разным. Но однако из-за того, что он разный, мои подписчики, гости моего канала, а также мои друзья, не понимают, что я зачастую снимаю. То ли песни, то и игры. Ну, в общем, вы поняли. Итак, контент канала... Я не знаю. Потому что, блин, я даже не могу понять, что у него за контент. У него идет все на рандом. То у него бывает это снимается, то у него это. Или по приколу это сегодня снимется. Короче, вы понимаете ли, вот проблема. Он не может оставиться на одном контенте, и поэтому минус балл за неопределенный контент. Эй, кек. Вот этого я точно не ожидал в этом видео. Если вы не понимаете, что это за видео, это нормальное явление. Ну, для новых подписчиков. А для старых, может быть, кто-то поймет. Это, короче, видео вышло до момента перезапуска моего канала. Ну и... Я делал оценку на одно из его видео. И, как бы, еще там комментировал, что не надо оценивать, если вы не умеете. Но только сейчас я понимаю, что оценка канала это оценка от этого пользователя, который вас оценивает. То есть, это его мнение. Ах... Если это был бы профессиональная оценка, тут уже скоро нет. Тут уже можно согласиться. Ну да, оценим, как настоящий профессионал. Подходя и толку, можно сказать о том, то, что мой канал никак не изменился. Ни монтаж, ни описание канала, ничего. Единственное, что в нем менялось, это оформление. Ведь с каждым годом оно становлялось все лучше и лучше. Однако, на данный момент канал медленно умирает. И что заставляет его жить, это только как сделать ФНАФ в Покет-коде первая, третья и четвертая часть, которые уже на четвертом уже набрось. Внимание, на данный момент 3300 просмотров. Кстати говоря, я уже делал видео по этой теме, где я разговаривал, почему я перезапустил свой канал. Так что, вы можете его чекнуть и узнать, что же стало причиной перезапуска. Однако канал не только будет перезагружен, но и обновится. Это было Эпично, 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 эпично. Ой, видали, без монтажа я так сделал. Что же я собираюсь обновлять в своём канале? Во-первых, монтаж. Почему же я сразу именно выбрал этот пункт? Да потому что, блин, посмотрите на монтаж из 2 года назад, а теперь посмотрите на монтаж из 2021 года. Видите разницу? Что-то я тоже нет. Вообще-то ты сказал, что в 2019-м, но почему ты написал в 2019-м? Кажется, Макс действительно G-Fender, который способен жить бесконечно. Ммм, понимаю, понимаю. Во-вторых, контент. Пока что я буду снимать только два контента. Первый по ФНАФу, а во-вторых по Покет-Коду. Естественно, я ей больше не буду выпускать, как сделать ФНАФ на Android. А вместо этого я буду выпускать по Покет-Коду игры от подписчиков. Ну, кстати, это неплохая идея. Эх, если бы сейчас я мог зарабатывать игры в Покет-Коде, может быть, он поиграл бы во много чего. Ну, а пройдёшь по ходу, придётся немножко научиться работать в программе Клик Тим Фьюшн для ПК. Кстати, можете скидывать ссылки на ваши игры в комментарии. Обязательно сделаю про них обзор. Ну и в-третьих, видео. Что же значит этот пункт? А это значит, что некоторые неинтересные видео будут скрыты, чтобы таким образом канал не будет сосоряться лишним хламом. А, и кстати, некоторые превью, которые выглядят, мягко говоря, хреново, будут заменены на нормальные превью. В том числе превью из 2019 года. Ну, так пусть останутся такие же. Это же будет хоть какая-то память. Ну, понятное дело, как бы. Можно хоть что-то на память оставить. Что ж, это был перезапуск канала. Несмотря на то, что я перечислил, это ещё не всё. Вместе с каждым разом, когда вы обновляете страницу канала, канал меняется. Эээ, ну что? Подожди, в смысле? То есть, если я буду так, это, по секунде так перелистывать, то будет что-то меняться? Что? А, и кстати, я хотел бы сказать спасибо Кайре Демоне за такой классный арт. И этот арт я поставил себе на аватарку канала. Очень классно. Да и вообще, у неё другие арты тоже красивые. Советую зацени. Ну, а с вами был, как обычно, я, Мрайк. Пишите в комментариях, как вам это обновление канала, что вы о нём думаете. Ну, а с вами был, как обычно, я, Мрайк. Всем удачи. И всем гудбай. Спасибо вам за просмотр. Итак, что я могу сказать. Дорогие друзья, если у вас тысячу подписчиков, и вы опубликовали видео, но через час не добралось ни единого просмотра, не надо плакать, не надо перезапускать канал. Просто сделайте вот что. Подумайте. И всё будет хорошо. Да, у меня просто нет идеи, что прокомментировать, кроме этого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok